Социотехника для плебса и биотехнологии для биомассы живут и процветают по день сегодняшний. Плюс усиленные, в крайней степени, патернализмом у народа, который привык идти только за лидером, фетишем, за которым кроме фетиша этого популистского ничего не стоит. И заведя их в руину, этот лидер, убежавший, растаявший с миллионами, все-таки до сих пор еще отделывает на этот народ по инерции ту биомассу, которая идет за его идеями, по крайней мере. Хотя идеи могут быть и святые, в руках проходимца и жулика. То есть главный апофеоз, главная экзогеза вот такого патерналистического поведения, патернализма, это явно отображен, написан как пример, может, для подражания. Это когда казаки, закручивая усы, пишут письмо Катерине Второй. Как бы хи-хи-ха-ха, высмеивают, как 95-й квартал, высмеивал Януковича. А теперь, после пролитой Майданом крови, тот же принцип Януковича, те же Януковичи, и пришли к той же власти, которая и была и патерналистической, даже не к Киеву, а к Москве. Вот они пишут письмо, не имея ни суверена, не имея ни державности, расформированное, распущенное Катериной Второй войско, реестровое, казацкое. А они пишут, картины молюют. Понятно, это для биомассы, для толпы выданы такие технологии. Понятная вещь, что Украина и ее земли, ресурсы, это очень лаковые куски для тех, кто больше шарит, как биомассой правит. И поэтому они в Украине имеют большие преференции к этому. Потому что умеют, как на шапматной доске, расставлять эти фигуры народа, плебса, постсоветского, постсовка. Который начал думать, наконец-то, про национальными дилеммами. Но которые эти пронациональные дилеммы сводятся к игранию кубиками в отдельных песочницах. Каждая партия пронациональная, она играет в свои кубики. И олигархи, воры в законах, в незаконах, подсыпают немножко этих кубиков, чтобы они и дальше игрались, и кешились, счастье, экзальтацию получали от этого, сатисфакцию. Даже Петр Первый вхавал, въехал, что надо было рубать окно в Европу. Что-то прорубал, одел, это немытую, как воспевает поэта Россию, одел белые закрученные англосаксонские парики. А украинцы пишут письмо Катерине, не имея ни государственности, ничего. Не имея такого основания, чтобы какое-то там Вселенское собрание патриархов признало Украину веткой канонической украинского православия. И что для этого сделали и казаки, и вообще вся Украина, как суспильство, как сообщество? Практически ничего. Как делились в языческие времена Рюриковичей, так это все в генотипе и осталось. Тот же самый Вселенский патриархат очень похож на Венецианскую комиссию, которая дала молчаливое добро Януковичу узурпировать власть, поменять конституцию на президентскую, ну, де-факто, на президентско-парламентскую. Вот и все дела о патернализме. Ну и, конечно же, не только социотехники играют в ведущую скрипку, в быдломасивание, одурачивание народа. А и сами народы по своей сути априори, потому что не найдется столько и социотехников, чтобы так вот одурманивать, потому что, в принципе, народ имеет свойство регенерировать свою быдломасиву. Все-таки как-то растет, и личности появляются и протестуют. О всех не скажу, но отдельные хотя бы как-то тысячи, миллионами людей, эти личности появляются и проявляются в своей борьбе за, ну, естественно, за интеллект, за духовность и тому подобное. А вот уже сами природные чувства, и не только самосохранение чувства вообще, они, конечно, доминируют и в геополитике, и среди народа обычное общение. То есть, ну, о чем речь? Россия сейчас делает из себя жертву сумасшествие полное. Для нормального уха, для нормальных глядочев, зрителей, оккупант, лохотронщик, варвар, изображает из себя на мировой арене невинную дюймовочку жертву, пытаясь разжалобить, по крайней мере, свое население, которое слушает только пропутиновские каналы, которые доминируют тотально по всей территории России. Это одно. Понятно, облуда стопроцентная. Второе. Польша старается показать из себя ту самую невинную жертву, в которой виноваты только украинцы-резуны, которые ее там вырезали, и они из пальца придумали 100 тысяч, 200 тысяч, но априори доказать это не могут представить, предоставить через обоюдное следствие резни Волынской, которая то ли была, то ли не в таких масштабах была, никто этого не предоставляет, а только ашуство, кламство и высосанные с пальца псевдонациональных лидеров и марионеток Кремля в сотрудничестве, пытаясь еще представлять из себя адвоката Украины. Да, отдельные послы, отдельные депутаты это делают, да, братья наши поляки это делают, адвокатируют Украину и по любви заботясь о ней. Ну и на реште сама Украина, альгархат которой на крови Майдана дорвался к власти и теперь внедряет нам постоянно вот эти технологии, что виновата во всем только внешняя загроза. Получается, если к тебе лезут грабить, а ты не можешь ответить, имея при этом запас сил ответить чуть ли не в 2 и в 3 раза, то это получается виноват кто? Те олигархи, которые ослабляли ту самую Украину, они ж создатели партии регионов, соучредители, они разваливали армию, разваливали при помощи той самой социотехники рассепарирования на помаранчевых и дебила синих. Они ослабляли все, что можно ослаблять, все функционирующие еще при Кравчуке или еще там где-то структуры власти. И получилось, теперь они кричат, что во всем виновата только внешняя загроза, но через куля в лобные технологии, они ж и ослабляли этот организм Украины, который теперь под властью был в 2014 году, любому, даже ни один танк практически не мог выехать, и эти технологии до сих пор нами управляют. Получается, льется кровище. А националисты украинские, изображая из себя, ну, по своей сути, в чем-то они были правы, что надо уделять национальному вопросу Украины переважную увагу, но они взяли, возглавили национальное движение и завели его в никуда, в вассальство олигархов они завели, и теперь они предлагают выход, ну, давайте поиграемся, вот, в названия поиграемся, в символы поиграемся, в коловоротки против каких-то других иероглифов, иероглифов, там, иранских, или еще каких-то, поспорим, национал-социалисты, социал-националисты, или еще кто-нибудь, либерал, демократ, вот это туфту впаривает, вместо того, чтобы наращивать, наращивать, прогонять гребаных олигархов, воров, наращивать милитарную мощь, оборонную мощь, там, и тому подобное гасло, вместо этого они играются в флажочки, в символы, что еще наляпать на флажок, пройтись с этим флажком, и злять со стороны, те, которые любят Украину, уважают, помнят, они смотрят, и возмущаются, и думают, обождите, а где ж та Украина? Вот смотрят, марш идет, националистов, а где там украинские флаги? Вместо них только флаги партийных. Получается, и народ в свете, и диаспоры смотрят, ау, а где ж та Украина? Кто же это выходит? А еще хуже. Окупантские СМИ будут показывать, что в Украине уже как таковой Украины нету. А там одни только ультра-право-радикальные фашистующие элементы молочек. И нам, конечно, наплевать все, что они скажут. Но знаете, бойцам на фронте, когда на них прет армия идеологизированная сепаров, не пофигу, которая еще плюс тому подкована идеологически, имеет свои какие-то идеологические обоснования, что вот посмотрите, в Киеве и везде, там уже фашисты гуляют. Посмотрите на их флага. Давайте на них пойдем, как бы накажем их за это, как Рюриковичи когда-то ходили. Идеологем кучи. Зачем это еще во время оккупации, еще плюс и это обострять? Не показывая то, что есть нынька Украины, прапор червоно-черный и желтоблокитный. Остальные тут так. А почему приравнивающие червоно-черный прапор? Потому что это прапор повстанческого движения. То есть у многих украинцев, харьковчан, ну не сложилось с патриотизмом проукраинским. Ну что поделаешь. Зато я так думаю, насколько они воодушевлены совком. Все они получили образование, что все-таки какой-никакой, но логический тип мышления, они от совка, который полюбляют, все-таки унаследовали. И должны естественно понимать логически, своей даже той совковой логикой, что если тебя в буле, если тебя как лоха вкинули в лохотроне, на Бахбазе или на Южном вокзале, как это было в 90-х, то за тебя никому больше заступиться, если у тебя нет большинства. Ну потому что обычно лохотронщики прикрываются амбалами, здоровыми бандюками. Охраной, которую ставят, чтобы если людишки начали возмущаться, их по кумполу сразу мочили. Так вот, если у тебя нету в десятки раз больше людей, которые бы могли наехать на этих лохотронщиков, то делать тебе в отстаивании своих прав, что тебя вкинули, нечего. То есть иди гуляй, еще матьюков в свою сторону получишь, потому что не милиция, не тогда менты, ментяры, мусорота под крышей, которой лохотронщики делали свой бизнес. Естественно, за тобой поручаться не будет. Напишешь заявление и ищи ветра в поле. То есть, если лохотронщики видят, что за тобой толпа 100 человек, хотя бы 200 человек, то их как след сдует. Их не будет моментально. И хоть ты там пророссийский, прорусский, если там кровь у тебя течет российская, будь ты в России, будь это путиновский режим, а мы же видим, что в России, теперь в самых прогрессивных районах России, это Санкт-Петербург, Питер, питерцы, они же ходят, и Путин хуйло успевает. Украинские песни спевают в Питере. Потому что там издревле, там генотипно, Петро прорубил в тех областях окно в Европу. И они уже по-другому, как вот это ордынское совковье, когда монгольско-татарская ига напала на Россию, она посмотрела, что зачем убивать всех, вырезать такие красивые бабы. Не лучше ли нам смешать это все, и мы еще станем через вот это российское смешание, мы более ставим в нем более красивые, европейные и тому подобное. Ну ладно, это уже третье дело. То есть, и в России, и там, и сям, везде нужно бороться за свои права. Куда ни плюнь, везде это нужно бороться. Или тебя зачморят, как нацию, как народ, кем бы ты там ни был, кем бы ты там ни назывался. Везде ты будешь отстовим, ренегатом и тому подобное. То есть, и сами прогрессивные, пусть их и меньше, россияне в России сами в шоке от этих беженцев с Донбасса, от этой мимикрии, от которой они сами желают прагнуть, избавиться от путиноидов, от этой лжи постоянной, от этого совка, от этого кража, беспредела чиновников над богатой ресурсами и источниками своими Россией. Они хотят избавиться от этого дерьма. А тут еще беженцы, вот эта мимикрия с Донбасса, которая прославляет Путина, вот мы убежали от типа украфашистов, давайте нам жрачки, давайте нас целуйте во все эти, потому что мы, смотрите, мы показали вам, что мы свои, мы сбежали от украинцев, теперь же ждать о нас, как во времена, когда в Америку убегали из СССР, и там их приветствовали, во все эти, квартиры давали, бабло давали, банковские счета открывали, и эти тоже так подумали. А россияне от них в шоке. Нафиг нам эта мимикрия сдалась. Когда мы сами, ну они, россияне, борются, прогрессивные россияне, с путиноидом с этим, с ложью, с гоньбой. И если сам Рошеновский социотехнический патриархат красит всех одним цветом, то, естественно, это чушь и неправда, потому что на Грушевского стояли россияне, русский выбор, которые боролись, как и зеленый фронт, под химками, их там в химках, вырубки леса и тому подобное, их там сажали, преследовали до сих пор. Вот они были, стояли на Грушевского, на самом передней позиции, вместе с украинцами. Тут по-украински разговаривают, а тут россияне чокают-такают, стоят с триколором. Мы еще у них интервью даже брали. Блядь, никогда не подалось, что Россия будет стоять на передовых украинцах. Россия, а? Россия. Вон, пропасть Белгорода. А что за контора у вас? Русский выбор. Русский выбор. За кого? Против кого? Против Путина. О, Круто. Скажи, пожалуйста, несколько вопросов. Почему здесь сегодня? Потому что мы считаем, что участь России предопределена в Украине. Путин должен понимать, что ситуация политическая не в его пользу. он должен сейчас сидеть и понимать, что здесь, в Киеве, его судьба предопределена. Он может пожертвовать Олимпиадой и не отдать Украину все равно. Олимпиада это позор всей страны. Миллиарды отданы и скорее всего уже в марте мы поймем, что в России это будет дефолт. То есть получается, что вместо того, чтобы объединяться против лохотронщиков власти, которые тырят, воруют, чисто лохов, как лохов разводят обычных граждан. Граждане наоборот ведутся на технологии разделяющие, разъединяющие. И власть когда видит, что о, смотрите, все как против нас ополчились, вот они сейчас как пойдут, как пойдут, давайте мы им какую-то технологию внедрим, чтобы они друг друга начали мочить. И вот придумывают политические технологии, выращенные даже в кабинетах Лубянки. Они их используют на груд податливую почву украинства, украинских граждан, но пострадетских, с мозгом пострадетского постсоветского совка. Там, где с Донецка бабы такие в Польше торгуют трусами, носками, телефонами и тому подобное вместе с женщинами, вместе с бабами с Белоруссией. И когда заходит разговор о политике, те донецкие бабы в 90-х годах, в 2000-х годах даже, кричат, что нам не нужна НАТО, нам не нужен ваш Евросоюз, нам не нужно ничего, нам подавайте Януковича. А где логика? Вы же тут стоите в Польше, в Евросоюзе, в НАТО торгуете. Над вами летают НАТОвские самолеты. Нет, вот нет и все, потому что они видчевают, они чувствуют в себе вот эту мощь и силу уклада Варшавского, силу Союза Советского, которой, естественно, боялись, конечно. И из этого боялись, вышли только деревянные рубли, которые динаминировались в ноль в деревянные тугрики, которые никому не нужны были, а люди всю жизнь пахали-пахали на них, как на святыню. И вышла картина, приплыли. И вот, когда они все ломанулись на запад, те, которые очень сильно любили Совок, в Харькове не очень все любили Совок, в Донецке, там, в Луганске больше любили Совок, в каких-то еще областях, может, там, в Запорожье, там, коммуняки очень сильно доминировали своей идеологией. И вот, они ломанулись все на запад, набрали жирка немножко, а потом почувствовали, что их не уважают. Ну, потому что не к ним же едут, а они едут. И они начали вспоминать, ага, вот у нас жирок появился, теперь давайте мы из себя будем демонстрировать, строить бывший Совок, какая у нас потуга была, какая у нас мощь, величие было. Вот они ходят и говорят, вот нам нужен такой вот хозяйственник, Янукович, значит, космонавт, друг космонавта, СССР, и тому подобное. Вот их суть, сущность. Логика Совка привела к войне, практически. Они привнесли своей логикой, своим Совковым мышлением, но которое все-таки было как-то логическое еще. Они принесли войну, разруху, руину, и вот этот ганебный, кулявлобный и рошеновский уряд, который их сейчас добивает и доворовывает, потому что все-все патриотические, практически наиболее боеспособные бойцы были кинуты, как правый сектор и другие, были кинуты в котлы. Те ребята, те наша честь, ум и совесть, Украины были брошены предателями рошеновскими, псевдогенштабом в котлы. Их там уничтожили, чтобы остались одни коррупционеры, одна биомасса продажная, чтобы руководить и управлять вот этим народишком постсоветским. Так что хоть ты ватник, а еще хуже вышиватник, который одел вышиванку и пошел во власть через быть своим, казаться своим, на самом деле поплюжить, бесчестить и очернять все проукраинское, потому что с вышиванками и тому подобное, с национальными символами связано украинство очень сильно. Кроме действий, это еще и наглядное, спектакулярное связывание, повязывание. Ху и с ху. А, о, вышиванки, а он украинец, а он кто? А, коррупционеры, ой, гоньба какая, может, они все такие? Вот. Так что, это зараза вышиватная, еще хуже, потому что она разваливает из внутри все хорошее проукраинское, что должно быть хорошим, христианским, проукраинским, на самом деле. Так что, хоть ты ватник, хоть ты трижды супер ватник, ты должен защищать ту страну, в которой живешь, в которой там родился, не родился, в которой в данный момент живешь, дышишь, на которую напали, в которую вошли оккупанты, а не быть биологической мыщей и вести себя на всякие манипуляционные разводы. Потому что в 17-м году уже был один развод, когда кричали землю крестьянам, фабрики рабочим, ну и люди повелись, да, типа, такое будет в натуре, ага. В Германии не повелись, в Польше не повелись, немного было, да, пришлось снять войска даже с Украины, немцам в 18-м году и ринуться на подавление вот этих коммуниатских для лохов читок. А народ постцарский в Украине привык, да, вроде бы так, нормальненько, как бы, вот еще придут вот эти, типа, они же атеисты, вот эти, так, дадут землю, там, фабрики, да, ну, далее, голодомор и миллионы, 80 миллионов, как Гордон говорил, расстрелянных, репрессированных, сосланных в Сибирь, целину поднимать, на бам и тому подобное. Ну, и точно так повелись на лохотрон, когда говорили, вот же ж, великий совок был, все ж там, типа, как братья были, все совковитые были, все одной масти, серенькая, типа, нафиг там независимость, все это чушь. Вот чушь и провела к 14-му году, к войне. Теперь они все ломятся туда, куда угодно, где теплее, где хоть какие-то люди, которые их не оттолкнут. Да, рассказывают, что там все нормально, мирно, в Донецке, в Луганске, но люди-то там взвыли уже, только сказать открыто, об этом не могут. А когда-то могли и касками стучали, и выходили в Киев, протестовать. А теперь максимум, куда они могут выйти протестовать, так это сепарам копать окопы, потом в тех же окопах и остаться. То есть ватники, ругая киевскую власть, проворовавшуюся, абсолютно у них отшибает. В ватниках забывают, что вся эта киевская власть, это все выходцы совка, это производная совка. И вместо того, чтобы прогонять этот совок, они еще больше совок, исконный, канонический совок, с России сюда приглашают. Придите, Путин в виде войска, сделай нам совок еще больше совок. Логики ноль. Так что и россияне, и даже поляки должны, не то что в ноги, но, по крайней мере, положа руку на сердце, благодарить УПА, украинскую повстанскую армию, на которую было брошено 400 тысяч НКВДшников, которая героически с ними боролась. Но совсем не с Красной Армией, как это манипулируют, коммуняки, портократчики, которые пришли к власти на крови наших дедов, погибших во Второй мировой войне. Под Сталинградом, в других местах, все обогрено, окроплено кровью. Из-за того, что были расстреляны все действующие, функционирующие из-за олигофрении и паранойи Сталина, вся верхушка работоспособной армии, остались только прихлебатели, которые воевать, не командовать, не воевать, не умели. И не умели бы никогда. Потому что у них в крови это прихлебательство. Так вот, эта портократская зараза, коммуняцкая, воровская хрень, пришла на крови наших дедов, погибших, проливших море крови. И если бы не УПА, то после Второй мировой войны развязалась бы та же репрессивная машина, как она была в 1937-1938 году. Примерно было бы то же самое. Ну и почему это должны поляки благодарить? Хотя бы по той же причине, что и россияне. Армия Краева и другие ВИН, Вольность и Справедливость, которые боролись против УПА во время войны до 1945 года, боролись против УПА вместе с советской партизанкой, которая, да, партизанка советская, провоцировала немцев на то, чтобы немцы приходили и полили, шент, полностью полили, убивали, расстреливали мирные польские и украинские тоже деревни, чтобы в этих местах ненависть к немцам, фашистам, естественно, возросла в десятикоротне. Потому что как-то жиденько было. Там фронт, а тут как бы полная идиллия. И когда придут советы, а все знали, что такое советы, Гитлер напал на ГУЛАГ, на концентрационный лагерь советский с репрессиями, с голодоморами и тому подобное. И все знали, что такое советы. И большевики, все знали, что это такое. Это атеисты на Сан-Перед, прежде всего, и дичь, способная убивать и вырезать, как она в 17-м году вырезала в Шент Санкт-Петербург. Очень интеллигентное, но царское, там, буржузское город, мисто. И чтобы возбудить ненависть, естественно, советская партизанка больше занималась не немцами, а тем, чтобы провоцировать немцев на расстрелы и поления деревень, как польских, так и украинских. Против чего боролся и вермахт, и в состав которого входила дивизия Галичина. На початку СС была, потом уже и без этого, потому что это профанация. В СС принимали только, даже не фолькс-дойчей, а принимали чисто истинных, как они считали, арийцев, немцев. Так вот, после 45-го года все въехали, что если снюхаются АК и УПА, то это будет супер опер, это будет супер повстание, чище повстание, как в Норильске повстание было, УПА, в концлагерях, в ГУЛАГах, даже там они сумели сделать, организоваться. Это не совковая дезорганизация, это уже организация на серьезном уровне, с военным опором, с военным оплотом, давать бой с сученным уркам под администрацию коммуниатскую, для которых все люди были как сметя, как мусор. А УПА, они боролись с этим и сделав прецедент, тем самым они дали понять, что все россияне могут повстать против этого. Хотя, ну, быдло массиво очень тяжело, трудно поднять на что-либо. Ну, и того боялась коммунистическая власть и пошла уже на переговоры, на уступки. Там посидел, выпустил, не тронул. Да, поубивали в атошкив по заграницам везде, но саму идею они убить не могли, они ее только приглушили, засыпали там чем-то. По крайней мере, таких аж репрессий, которые были в 38-37 году и до 39-го, до самой войны, уже аж таких не было. И голодоморов не было. А они бы были и в Польше и в той самой России, потому что люди уже пришли с винтовками, карабинами и автоматами. Уже у кого-то там где-то оружие пооставалось. И уже люди были совсем не те, что были до войны. И им давать было какую-либо идею борьбы за еще как бы лучшее будущее, которое было после разрухи. Да еще и некогда было, нужно было восстанавливать все. Уже советская власть справиться могла бы только на штыках. Только убивая миллионы, миллионы опять. А это уже не входило в планы Советов, потому что они победили и поэтому нужно там отстраивать было и тому подобное. Много очень причин, чтобы благодарить УПА. Это прежде всего за дух сбройный опер, вооруженное восстание против гадов, против предателей, против банды атеистов прежде всего. Потому что до этого было коррупционное православие, которое сейчас в МПЦ и осталось, с которым тоже украинцы пытаются бороться, но бороться нужно с помощью Духа Святого, а не только с рошеновским православием, примерно таким же коррупционным, которое, будучи в олигархате своем, просто подсыпает деньги, чтобы его любили, уважали и везде рекламировали. А так не должно быть. Должно быть православие от Духа Святого Отца и Сына прежде всего. Чтобы наоборот быть православием таким, чтобы все смотрели и говорили, что вот посмотрите украинцы, какое у них православие не коррупционное, не продажное, как в России. Вот давайте с них как-то пример брать все-таки. Вот такое православие и такое прежде всего христианство должно быть, потому что православие это так, чтобы людям было наглядно о чем речь, потому что многие даже не понимают, что это и есть христианство. Они привыкли воровской МПЦ, кого захотели отпери, захотели очернили, не захотели, бабло взяли, украли, того, сего, то есть полный беспредел даже в этом, в духовном. Так о чем уже о другом говорить, если в духовном полный беспредел. И это до такой степени логично, чтобы не отдавать свою кровинушку, своих близких, родных, на котлы, на как штурм Днепра, этот ядреный корень жуков, хренов, коммуняка, сделал из штурма Днепра, сделал геноцид украинцев. Или как Порошенков Иловайский сделал котлы в Дебальцево. Нужно воевать за управление одновременно, как внешне на фронте люди воюют, бойцы, кровинушки, тех, которые близких остались здесь, и они должны воевать за эффективное управление, чтобы этих бойцов не кидали ни на пушечное мясо, не делали из армии бухарест, воровскую канализацию отстой, не делали торговлю на крови с ордлой и тому подобное, с оккупантом и ихними ваташками. То есть, вместо того, чтобы укреплять украинский суверен, милитарию свою, через, прежде всего, контроль этой власти, которая любая власть, если ее не контролировать, она становится кремлевской по прототипу рядом Кремля, становится узурпаторской, тоталитарной, которая, ну, ничего доброго народу не приносит, кроме тупой, бухой зрелищности и постоянное искание врагов, чтобы придумать снова биполярный мир, в котором очень легко отмывать все, что можно отмывать. Но народишко, к сожалению, тупой настолько, что он думает, что он ведется на какие-то ценностные вещи, но на самом деле он просто ведется на отмывание своего бабла в карман тех, на лохотрон которых он повелся. Вместо укрепления своего дома, своего очага, своей ныньки, своей державы, оно кричит введи войска Путин. Теперь кричит введи олигархат, введи лохотрон. Когда ему втулдыкивает, втулмачивает, что он лошара, что он тупой идиот, он говорит, да, это тоже политика. Ну, капец. То есть, УПА. Украинская повстанская армия, ОУН тоже, поднимала восстание Норильское в концлагерях, чтобы это было тоже примером для россиян, как можно и нужно бороться. А современные наши вышиватники одевают вышиванку и загоняют лучший цвет нации в котлы для того, чтобы торговать с оккупантом и отмывать бабло свое смердючее. И если для барых оно не пахнет, это бабло, то это бабло, наворованное на кровище украинцев простых, которых кто под землей сейчас, кто в инвалидах, кто в дисперации, в упадничестве, духа прежде всего. Если им наплевать, какое это бабло, то церквям проукраинским, украинского патриархата, должно не наплевать, что это бабло не то, что лукавого, это бабло прямо от сатаны на крови наших украинцев, от воровского олигархата. Так вот, как один человек смог исковеркать, сдепровировать и уничтожить украинскую идею и дух украинской нации за такой короткий срок? Конечно же, не сам с командой таких же деприваторов, как и он, но все-таки уничтожить. И правильно говорит Ветрович, директор института ИПН национальной памяти украинской, что хорошие вещи, хорошие люди, барды, певцы, поэты, российские, когда они в руках олигархата, ну, путиновской преступной, враждебной власти, ко всему позитивному, хорошему, ну, якобы для того, чтобы удержать державу и тому подобное, они становятся преступными марионетками русского мира. И те вещи, которые хотят от этих бардов слушать и другие нации, они уже с подачей Путина и кремлевских социотехник слушают этих бардов как российский мир, как русский российский мир. и получается, что то же самое и в Украине, украинская национальная идея и дух нации в руках жуликов, украинская идея за волю, независимость, превращается в идею за рабство, раболепствие и лохотрончество перед олигархами. И все, кто умеет лохотронить над этой, к сожалению, биомассой, которая посчитала, что ей сказали вот идея, и они пошли идеей за этой и все, больше ничего делать не надо. Вот идея их сама приведет, вот она и привела сама идея без контроля над идеей, над тех, кто ведет и тому подобное к Атлан, к Иловайскому, продачничеству, раболепствию перед олигархами. И идею объединять, сплачивать украинскую нацию, чтобы воевать совместными усилиями против врага. Идея эта в руках воришек, олигархов превращается в идею разъединять украинцев. Что совку и постсовку по своей привычке это только и на руку. Совок без этого и жить не может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok